Грициан Андреев. Вместе навсегда. «Я люблю тебя», — прошептал он. «Разве ты мне не веришь?» Но она ему ничего не ответила. Она уже крепко спала. Он хотел бы разбудить её, но ему нравилось смотреть, как она спит. В этом было что-то завораживающее, и он не хотел нарушать очарование, которое, как он знал, было создано только для него. Он никогда не видел никого красивее. Никогда. Её чёрные, как смоль, волосы шёлковой волной не спадали на плечи и грудь. Нежная белая кожа, алые губы, изящные щёки делали её похожей на ангела. Её глаза, огромные, зелёные, в обрамлении длинных ресниц, казались бездонными колодцами, в которые можно упасть и никогда уже не выбраться на поверхность. Её тело было таким же совершенным, как и её лицо. Его изгибы, изящные линии, нежная кожа, тонкие руки и ноги. Точёная фигура. Всё это вызывало желание обладать ею. Она была прекрасна. Он осторожно погладил её волосы, провёл рукой по щеке, по шее, наслаждаясь её близостью и прислушиваясь к её ровному дыханию. От неё исходило тепло, и его рука скользнула по её телу, нашла грудь, ощутив её мягкость и упругость. Но он был осторожен, чтобы не разбудить её. Она была так прекрасна, что он боялся нарушить этот момент. Он вдохнул её запах, её кожу, её вкус. Запах. Как же он любил её запах. Он вдыхал его снова и снова, желая запомнить его навсегда. В нём была и свежесть, и приятный аромат её духов. Она пахла так, как пахнет только она. В его ушах стоял звон от её дыхания. Нежно прикоснувшись своими губами к её губам, он ощутил вкус её дыхания. Он вспомнил их сладкий пьянящий поцелуй. Он мог бы целовать её вечность. Он мог бы любить её всю жизнь. И он знал, что она любит его всем сердцем. Но он никогда не сможет предложить ей то, чего она хотела. И поэтому она сказала, что это их последняя ночь. Она сказала, что они не могут быть больше вместе. Он ждал этого, зная, что это произойдёт. Поэтому он продолжал лежать, любуясь ею. Он был готов. Её волосы рассыпались по подушке, он запустил в них пальцы, глубоко вдохнув её аромат. Он думал о том, что будет скучать по ней. Будет скучать по её голосу, её взгляду и улыбке. Но он должен был сделать это. Ради её же блага. «Я люблю тебя», сказал он снова. Слова вырывались у него неожиданно, без подготовки. Но он уже не мог остановиться. В них была вся его любовь, все его страдания, его вера, его надежда. Всё, что он хотел сказать, но не смог. И у неё не осталось выбора, кроме как принять это признание. Повернув к себе её лицо, он прошептал, лаская губами её глаза. «Я не хочу, чтобы ты уходила. Ты мне нужна». Встав с кровати, он посмотрел в окно. Свет луны освещал комнату. Он подошёл к окну и посмотрел на звёзды. Они были такие яркие, что казалось, будто их можно достать рукой. Если бы он мог, он подарил бы одну из них ей. Но, увы, она была недосягаема. Она всегда мечтала о том, как они вдвоём будут смотреть на звёзды. Мечтать. А потом он скажет ей, что теперь они будут вместе. Навсегда. Но она никогда не узнает, что для него она была важнее всех звёзд. И даже важнее неба. А если узнает, то он не сможет ей это сказать. Потому что он был уверен, что это будет для неё слишком больно. А ему этого не хотелось. И поэтому он молчал. Он снова посмотрел на неё. Она тихо спала, её лицо было безмятежным. Он вспомнил, как она выглядела, когда он впервые увидел её. Она была такая хрупкая и беззащитная, что ему захотелось защитить её от всего мира. Он вспомнил те недолгие моменты, проведённые с ней. Их бесконечные объятия и поцелуи. Её мягкие прикосновения к его шее. Её нежные, полные любви глаза, которые всегда смотрели на него со страстью и любовью. Улыбка, которая всегда была такой нежной и ласковой. И как она шептала ему на ухо, что любит его. Он не знал, кто она, откуда взялась и как ей удалось так легко и непринуждённо завоевать его сердце. Но он знал одно. Никто и никогда не сможет заменить её. Даже он сам. Он задержал дыхание, чтобы сдержать слёзы. Мужчины не плачут, всегда говорил он себе. Неважно, что с ним происходит. Он не будет плакать. Но в этот момент он понял, что слёзы всё-таки текут по его щекам. Он хотел было спрятать лицо в ладони, но вдруг заметил, что это не имеет никакого смысла. Нужно было действовать. В их болезненных отношениях всегда руководила она. Теперь настал его черёд взять всё в свои руки. Открыв ящик стола, он достал изогнутую хирургическую иглу с прядью протянутой в ней нити. И снова лёг рядом с ней. Она ещё не скоро проснётся. Он накачал её доброй дозой лексатана. А это средство и впрямь действует очень долго. И она ничего не почувствует, пока спит. Он взглянул на остриё иглы, которая злобно блеснула в свете луны. Прижавшись к ней ещё ближе, он взмахнул рукой и направил его вниз, прямо ей в живот. И аккуратно проколол кожу. Нахмурившись, он потянул нить, которая тут же натянулась. Задержав дыхание, он вёл иглу под кожу своего живота и протянул нить крепче, прижимаясь к её телу. Боль стрельнула так, что на глаза навернулись слёзы. Но он терпел. Сжал зубы и терпел. Это хоть как-то заглушало его боль душевную. Тонкие ручейки алой крови гармонично сочились из хирургически точных отверстий. Ярко-красные капли, словно маленькие драгоценные камни, медленно стекали вниз, окрашивая белоснежное покрывало. Прикусив губу, он начал свою кропотливую работу. Прокладывая иглой путь с живота на грудь, стягивая их тела всё туже и туже. Его пальцы двигались быстро и умело, словно он проделывал это уже сотни раз. Дойдя иглой до груди, он на мгновение остановился, пытаясь не раскричаться от боли. Он смотрел на её лицо, и в этот момент ему хотелось, чтобы она тоже почувствовала боль. Прочувствовала те страдания, чтобы она поняла, что он испытывает сейчас. В эту минуту он хотел возненавидеть её. Но она была такой сильной, такой безжалостной, что даже у него не хватило бы сил на ненависть. И всё же он мог бы ненавидеть её, если бы она не была так красива. Он увидел, как она побледнела, но не испугался, а лишь ещё сильнее сжал её в своих объятиях и вставил иглу себе в нижнюю губу. «Это будет наш самый долгий поцелуй». Прошептал он и протянул иглу с нитью к её губам. Он не мог остановиться и уже не чувствовал боли. Он не сдавался и продолжал шивать их тела, где только это было возможно. Она была рядом с ним. Казалось, она подбадривала его. Она сжимала ему руку. Она шептала ему в ухо слова поддержки. Но он знал, что этого не может быть. Она всё ещё спала, и их губы были уже крепко сшиты между собой. Их тела были скроены нитями, словно паутиной. И лишь местами оставались белые, как молоко участки кожи, которые не были ещё залиты сочащейся кровью. Проделав свой последний стежок, шив их гениталии вместе, он положил руку на её окровавленное лицо. Он уже не мог говорить. Их губы были плотно сшиты друг с другом. Усталость и нескончаемая боль затмевали его разум. Но он не мог думать ни о чём, кроме неё. У него было лишь одно желание – быть рядом с ней. Он не знал ничего о её прошлом. Ему не было известно, кто она и откуда. Но сейчас ему было всё равно. Всё это не имело значения. Лишь бы она была рядом. В его сердце не было ни капли сомнения в том, что он полюбил её. Полюбил с первого взгляда. Она была так прекрасна. В ней было столько нежности и тепла, которое согревало его душу. И он собирался сделать всё возможное и невозможное, чтобы быть с ней. Он закрыл глаза и погрузился во тьму. Там, в этой тьме, он был счастлив. И когда они проснутся, они будут вместе. Вместе навсегда.